Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат. В этом видео мы разберемся с такими вопросами. А имеет ли преподаватель право не пустить студента на пару и уж тем более выгнать его с пары? А также разберемся с тем, можно ли студента не допускать к сессии. Итак, типичная ситуация. Вы опоздали чуть-чуть на пару, всего лишь минут на 40, заходите в аудиторию, а преподаватель вас не пускает. Говорит, все, ты опоздал, иди туда, где были эти 40 минут. Законны ли такие действия преподавателя? Давайте разберемся в ситуации поподробнее. Итак, у вас есть обязанность учиться и приходить на занятия, но приходить вовремя. Да, вы эту обязанность нарушили, вы пришли не вовремя, вы нарушили учебную дисциплину. Но! Вы заключили с ВУЗом контракт, и согласно этого контракта вы обязаны учиться, а ВУЗ обязан обучать вас. И если вы пришли на пару с опозданием, но пришли на нее, то вы хотите реализовать вот свое право на образование. И когда преподаватель не пускает вас на занятия, он, по сути, препятствует вашему праву на образование. Он нарушает это право, и он нарушает свою обязанность. Он не выполняет свою обязанность. Вот ту обязанность, которая лежит на ВУЗе – обучать вас. Поэтому, друзья, знайте, что если преподаватель не пускает вас на занятия, то эти действия преподавателя являются незаконными, и вы, соответственно, можете на него пожаловаться. Но только в том случае, если же вы, конечно, тихонько зашли на занятия, да, а не зашли и начали там со всеми здороваться, как это часто бывает. Вот этого делать не нужно. Если вы опоздали на занятия, тихонько зайдите, сядьте и постарайтесь никому не мешать. Постарайтесь уважать право на образование ваших коллег-студентов. Что касается права преподавателя – выгнать студента с занятия. Я считаю, что такое право у преподавателя есть. Но есть оно только в одном случае – когда студент своим поведением мешает другим учиться. То есть, если студент там громко разговаривает на занятии, смеется, не знаю, делает еще какие-то действия, которые мешают другим учиться, то в этой ситуации преподаватель, выгоняя студента с занятия, по сути, не студента наказывает, а защищает право на образование других студентов. Потому что они пришли учиться, и если студент мешает им учиться, то его вполне можно изгнать из аудитории, чтобы он не мешал другим студентам. То есть, здесь цель изгнания – не наказать студента, а цель совершенно другая – дать возможность получить образование тем студентам, которые пришли именно за этим. Если же студент на занятии пусть и не учится, но никому не мешает, да, возможно, он сидит в наушниках и вместо преподавателя слушает музыку. Ну, что поделаешь, может, музыка все-таки интереснее. Либо смотрит фильм, но в наушниках, чтобы никому не мешать. Вот в этих ситуациях я считаю, что преподаватель не имеет права выгонять студента из аудитории, потому что, согласно расписанию, студент в это время должен находиться в аудитории. Он обязан там на самом деле быть. Ну, а то, что он слушает музыку, ну, что поделаешь. Главное, чтобы студент не мешал при этом другим студентам. Что же касается недопуска к сессии. Друзья, законом о высшем образовании предусмотрен ряд обязанностей студента. Об этом я уже рассказывал вот в этом видео, можно его посмотреть. И там одна из обязанностей это учиться, это выполнять требования образовательной программы. Соответственно, если вы не выполнили требования этой программы, например, не сдали курсовую, там не выполнили какое-то индивидуальное задание, лабораторную, не написали реферат и из-за этого вас не допускают к сессии, то это вполне законно, потому что вы в этом случае не выполнили те обязанности, которые возложены на вас напрямую законом, а также вашим контрактом. Также могут не допустить к сессии и тех студентов, которые не оплатили обучение в ВУЗе. Ну, здесь, я думаю, всем понятно, да, что если ты не оплатил, то ты не получаешь услугу. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, а я постараюсь на них ответить там, либо же сниму на эту тему видео. На этом все, всем удачи, пока!